Довольно большой треугольный двор на улице Маршала Бирюзова между 10 и 12 домом. Лесна показывает, что кроме, пожалуй, собаководов, особой популярностью площадка ни у кого не пользуется. А между тем, она может стать прекрасным сквером, где удобно будет проводить время всему двору. Территория участвует в конкурсе на получение денег по президентской программе благоустройства. Для победы нужно набрать больше всего голосов жителей. Если данная территория, как по первым, скажем так, предпроектным каким-то вещам, если данная территория выглядит, нам, естественно, хотелось бы заменить, скажем так, морально устаревшее детское оборудование. Собственно, поменять, скажем так, малые формы, которых здесь большое количество, естественно, замену ограждений, наружное освещение добавить сюда. Это то, что напрашивается. Леря 25, Андрея 30. Пара вместе уже 8 лет. Последние годы снимают здесь квартиру. Ребята, хоть и молодые, про участие их двора в каком-то голосовании за благоустройство знать ничего не знают. Но, говорят, вечером обязательно изучат вопрос и отдадут голос за свой двор. Да элементарно выйти вечером посидеть, да даже в любое время суток посидеть. Здесь очень классное место. В принципе, недалеко как бы и Лазутинка, но до нее еще и дойти нужно. Плюс здесь очень много пожилых людей живет, которых просто нету состояния второвья, чтобы дойти до Лазутинки или до того же самого ГДО. 68-летняя Елена Семеновна сидит на неудобной, без спинки, скамейке и старательно отводит взгляд от контейнеров с мусором напротив себя. До пенсии работала инженером, программистом и преподавателем. Женщина живет в интернете, за свой двор уже проголосовала. Уточняет, в проекте написано, что площадка станет местом отдыха для детей разного возраста. Стоило бы поднять этот возраст до 80-90 лет. У нас есть шанс, что здесь будет детская площадка. На самом деле, в Одинцово площадок отдыха для пожилых нет. В наш старый дом, да, у нас очень много пожилых людей, которые не выходят из дома, потому что выйти некуда. Проголосовать можно на сайтах с общим названием городсреда.ру. Надо выбрать свой округ Одинцовский. Выпадет 18 претендентов на президентские деньги. Затем нужно решить, какая площадка вам милее всего и проголосовать за нее, авторизовавшись через госуслуги. Приведем пример улицы Интернациональной, которая была в городе сделана. Это достаточно большой объект. Это пешеходная зона длиной более километра была сделана. Плюс в сторону было ответвление на организацию скверов. Стоимость сейчас я до копейки не помню, но это пороятка 90 миллионов рублей. То есть было потрачено. Пока двор на Бирюзово самый вероятный претендент на победу. Более 6 тысяч голосов. В лидерах еще один Одинцовский двор и привокзальная площадь в Голицыно. Тем не менее ситуация может поменяться. Голосование идет до 30 апреля. Поведит та площадка, где люди не только будут голосовать сами, но и вовлекут в голосование своих соседей и друзей. Тимур Гайсин, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.